Воскресенье 22 сентября в Таллине будет проводиться традиционный день без автомобиля, который проходит в рамках месячника экологичной мобильности. С 10 до 17 часов в окрестностях Балтийского вокзала будут проводиться экскурсии, диспуты, игры и соревнования. Обо всем подробнее нам расскажет заведующий отделом эко-просвещения столичного департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Геннадий Грамберг. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. С 90-х годов уже на самом-то деле день без автомобиля по всему миру проводится. 22 сентября. Опираясь на опыт прошедших лет, как можно оценить, прижилась эта идея в Таллине? Многие горожане с охотой участвуют в нем? Ну, если с 2000 года в Таллине проводится это мероприятие уже 19 лет, значит, видимо, имеет какой-то смысл его проводить. Я должен сказать, что сейчас в мире, вот 22 сентября, в 47 странах будет проходить это мероприятие. Около 3000 городов будут участвовать. В Эстонии зарегистрировался Таллин и Пайде пока что. Может быть, Тарту присоединится и Перну. Трудно сказать, насколько оно популярным, это мероприятие было. Мы скорее не гонимся за тем, чтобы была популярность, а за тем, чтобы в сознании людей произошел какой-то щелчок. И они поняли, что изменения климата уже настолько очевидны, что если мы будем просто жить и думать, пусть другие заботятся о том, что климат меняется, то эти изменения, в конце концов, будут катастрофическими. Поэтому даже какой-то маленький шаг, отказ, например, от автомобиля хотя бы на один день, или изменения в каком-то своем образе жизни, чтобы сделать его более экологичным, то есть чтобы оставлять меньший след в природе, это уже будет какой-то прогресс. Ну а вот действительно изменилось ли мышление людей за эти 19 лет, когда проходят эти мероприятия в Пайде? Я предполагаю, что людям гораздо проще отказаться от автомобиля, чем в Таллине. Ну у нас, во-первых, климат, к сожалению, такой, что часть года просто не способствует тому, чтобы можно было ездить, например, на велосипеде, слишком погода такая суровая бывает. Хотя зимой я часто вижу на Пиритоте, и даже зимой люди едут на велосипедах утром на работу. Я, к сожалению, не принадлежу к таким смельчакам, которые, значит, и даже в такую погоду, но их число есть, и даже визуально, если смотреть вот утром на Пиритоте, количество людей, которые направляются на работу на велосипеде, ну едут в город, скажем так, и, а теперь еще добавились те, которые пользуются электросамокатами, их становится все больше. Кстати говоря, на Пиритоте, со стороны Пирита даже висит такой датчик специальный, который регистрирует количество велосипедистов, которые проезжают по этой дороге. Даже в выходные дни количество составляет более тысячи человек, которые проезжают. В рабочие дни, может быть, этот показатель немножко меньше. И вот у нас вчера был семинар специальный, который мы проводили в рамках Европейской недели мобильности, и там как раз эту статистику приводили, что даже при плохой погоде количество велосипедистов, которые проезжают по дороге, не снижается, ну скажем так, значительно. То есть люди довольно смелые. Надо велодорожки делать с подогревом, тогда будет снег моментально таять, не будет налить образовываться. Кстати, в Голландии есть такие велодорожки, которые имеют подогрев. А, ну вот это климат. Я сейчас открыл Америку. Таллин задумывается о таком, или это еще для нас очень далекая реальность? Ну, скажем так, что это хорошая мысль, которая, может быть, и дойдет до наших. Это, конечно, связано с большими капиталовложениями, и тут надо исходить из реальности. И опять же, у нас погода просто такая, что даже если подогрев делать, во-первых, это будут очень большие энергозатраты, а во-вторых, это потребует действительно больших капиталовложений. А энергозатраты, это, опять же, не экологично. Но вернемся к дню без автомобиля. Наверняка будут и какие-то ограничения в дорожном движении. Ну, вот здесь есть схема. Но, честно говоря, без дополнительных пояснений и детальной проработки этой схемы понять, что это трудно. Поэтому давайте в общих чертах. Где лучше на машине не ездить? На машине лучше не ездить в этот день вообще. Ну, если вот крайняя необходимость. А вот голубая зона, это что? Голубая зона, это зона, где будут проходить мероприятия, связанные с днем без машин. А светлые участки, это те, которые останутся. Ну, для того, чтобы понять, я объясню, что будет закрыт участок Нун-Нэ-Тэ. Это все район Балтийского вокзала. Да, будут отрезки Копли, улицы Укопли, бульвара Пыгела и, значит, да, вот это и все, которые будут закрыты. Они будут закрыты потому, что там будут проходить какие-то мероприятия. А вот какие мероприятия там будут проходить? На что обратить внимание? Например, основные мероприятия будут проходить на площади Башин или Торни-де-Валяк. Вот она как раз в центре здесь видна. Здесь будет основная программа. Улица Нунэ будет закрыта. Там будет проходить финиш соревнований по ориентированию в городском транспорте. И молодежный форум, который будет посвящен проблемам развития города. А с другой стороны вокзала на улице Копли будет такая площадка, где можно будет попробовать, посмотреть различные виды таких передвижений с помощью электричества. Это электросамокаты, это такие, как они называют? Гироскутеры? Гироскутеры, да. Сигвеи, да? Сигвеи, да. И, в общем, не только посмотреть, но и можно будет попробовать и ощутить, прокатиться на них. А вот мы сейчас видели на картинке трамвай. Можно его вернуть сейчас назад? Это вот тот самый трамвай, который модель 1936 года, который будет курсировать в этот день. Да, это восстановленный трамвай. Такие трамвай изготавливали на заводе двигатель, кстати говоря. Ими пользовались в городе буквально до 60-х годов. На конку вообще похож на самом деле. Конка, вот прицеп, который сейчас не виден на этой, прицеп это как раз бывшая конка, но это восстановленный. И этот трамвай будет ездить по городу с огромным баннером «День без машин», а в прицепе будут сидеть молодые музыканты. А, то есть еще и с музыкой прокатиться можно будет? Они будут ездить по городу, по трамвайным линиям, и, значит, можно будет послушать музыку. По всем маршрутам будет колесить? Он начнет из Копли, поедет к аэропорту, затем из аэропорта поедет не в Тонди, а на Леуна, там есть кольцо запасное, и потом вернется в Копли. Ну, были опасения, что, может быть, трамвайное движение будет нарушено. Нам пообещали в акционерном обществе ТЛТ, что такие опасения минимальны. То есть будет осторожно и в таких окнах, где, ну, в воскресенье трамвайное движение не очень интенсивно. Это очень важно и для тех, кто будет участвовать в соревновании по ориентированию городского транспорта. Вот как раз я хотела спросить, вы упомянули ориентирование в общественном транспорте, что это из себя представляет? Перебегать из автобуса в трамвай, потом в троллейбусы? Это соревнование мы уже тоже почти 10 лет как проводим. Не то, ну, перебегать, конечно, нужно. Участникам дается 2 часа, они получают такую карту, но они могут выбрать. Карты очень много, они могут выбрать. И там есть маршрут, который они должны пройти и провести валидацию своей зеленой карты в определенных пунктах, пользуясь только городским транспортом. При входе должны валидировать и на остановках, которые отмечены там. И вот те, которые за 2 часа этот маршрут пройдут быстрее всего, и все точки посетят, и затем финишируют в автобусах, которые будут стоять на улице Нунная, вот они, значит, тогда будут. Это своего рода марафон в городском транспорте. И призы, конечно, тоже будут. Призы, конечно, обязательно будут. Вот и призы, и концерт специально будет для участников всем в конце этого мероприятия. Это очень такое массовое мероприятие, которое привлекает очень много людей. Как я сказал, уже почти 10 лет, и люди очень активно участвуют. Ну и надо упомянуть, что проезд в общественном транспорте в этот день будет бесплатным. Да, это для всех жителей власти или туристы могут, единственное, должны, конечно, или иметь свою зеленую карту. То есть ее все-таки нужно валидировать? Нужно валидировать, да, но деньги не будут сниматься. Или у водителя попробовать купить билет, но он просто даст нулевой билет, потому что контроль может быть. Но это, конечно, не все мероприятия, которые у нас будут. Но я так понимаю, да, что мы сейчас остановились на главном. Но ищите, много всего интересного есть в этот день, смотрите на сайт Сталлина. А у нас в гостях сегодня был Геннадий Грамберг, заведующий отделом экопросвещения.